Добрый день, уважаемые студенты! Сегодня мы с вами продолжаем говорить о развитии клинописи. В прошлый раз мы говорили с вами о клинописи Шумера. Сегодня мы рассматриваем с вами клинопись Аккада. Аккад – это вторая древняя империя Месопотамии, которая пришла на смену достаточно долго существовавшей цивилизации Шумера. Сама цивилизация Аккад была сосредоточена в одноименном городе и его окрестностях. Империя объединила носителей аккадского, астерийского и вавилонского в их диалектах и шумерского языков. За период своего существования Аккадская империя оказывала влияние на всю Месопотамию, Левант и Анатолию, отправляя военные экспедиции на юг до Дилмуна и Магана, то есть современных Бахрена и Умана на Аравийском полуострове. В течение третьего тысячелетия до нашей эры между шумерами и аккадцами развивается культурный симбиоз, который включает и широко распространенное двуязычие. Аккадский – это восточно-семитский язык. Мы говорили с вами о том, что шумерский язык, до сих пор его родственные связи не установлены, он является изолированным языком, но он не индоевропейский и не семитский язык. Значит, постепенно аккадский вытесняет шумерский как разговорный язык. Мы с вами также говорили об этом. И точная датировка вытеснения аккадского из разговорной, вернее, шумерского аккадским из разговорной речи неизвестна, но примерно датируется между третьим и вторым тысячелетиям до нашей эры. Аккадская империя достигает своего политического пика между 24 и 22 веками до нашей эры после завоевания ее основателем Саргоном Аккадским. Если вас заинтересует история Аккада, то очень много в ее политике, военных завоеваниях и вообще в государстве связано именно с именем Саргона Аккадского. При Саргоне и его преемниках аккадский язык на короткое время является навязанным соседним государством, такими как Илам и Гутиум. Иногда считают, что Аккад – это первая империя в истории, хотя значение самого термина не точно. И кто-то считает как раз, что шумер был первым претендентом на звание империи, а Аккад – вторым. Аккадская империя после своего падения разделяется на Осирию на севере и еще несколько столетий спустя в Вавилонию на юге. Я уже вам только что сказала, что тесный культурный обмен между шумерами и аккадцами в плане языков порождает двуязычие, и шумерский язык оказывает влияние на аккадский не только в области каких-то лексических заимствований в массовом масштабе. Здесь речь идет о том, что между шумерским и аккадским языками в третьем тысячелетии возникает языковой союз, то есть это объединение языков более сложное, чем какие-то там лексические заимствования в любом масштабе. И если вы посмотрите вообще, что такое языковые союзы, на сегодняшний день самый известный – это Балканский языковой союз, то есть когда и грамматическая структура включает в себя элементы другого языка, для него совершенно не свойственного. Шумерский продолжает использоваться в империи аккад так же, как священный, церемониальный, литературный и научный язык, и еще господствует в качестве мертвого языка, но языка письменного до первого века нашей эры. Шумеры, конечно, начали развивать литературу, если можно сказать так. То есть существует шумерская литература, она, конечно, в худшем виде дошла до нас. Акадцы продолжают развивать традиции в шумерском литературе, и именно через аккадский язык до нас доходят сведения о первом поэте в истории, которые, вот, сведения дошли до нас, и имя этого человека известны. То есть эта женщина, ее зовут Эхнедуанна, переводится как «жена Нанны», то есть шумерского бога Луны, и «дочь Саргона». Она была жрицей в храме Сина в городе Ур, жила примерно в 2285 году до нашей эры, и как раз среди ее известных работ – это гимны богини Инани, а потом возвышение Инаны и Иннин Сагура, и третье ее произведение – «Храмовые гимны». Это сборник особых гимнов, в которых поэт-поэтессы обращаются к священным храмам и их обитателям, а также божеству, которому они, собственно, и посвящены. Поэтому мы знаем о том, что именно аккадский язык нам довел первые сведения о самом древнем поэте в истории – это поэтесса Эхнедуанна. Акад заимствует у шумеров клинопись. Древний аккадский язык сохранился на глиняных табличках, которые датируются около 2500-2500 летним годом до нашей эры. Акадский язык тоже записан клинописью, которую он непосредственно заимствовал у шумеров. Они также пишутся на мокрой глине. И письменность адаптируется по разным направлениям. То есть клинопись может представлять, например, шумерские логограммы, то есть графические символы, которые представляют целые слова. Клинопись может представлять собой шумерские слоги или аккадские слоги, или фонетические дополнения. Таким образом, аккадский язык не полностью может адаптировать клинопись под свой язык. Он заимствует в том числе какие-то логограммы из шумерского. Наиболее часто встречающиеся заимствования – это бог и храм. Тем более, что уже могут частично аккадцы нарушать принцип слоговости. Например, если знак «ан» у шумеров означало бог, но читалось уже в аккадском как «илун». То есть вот этот перешедший знак в аккадский мог означать и слово «бог» непосредственно, мог обозначать бога «ан», а мог означать просто слог «ан». То есть вот это вот расхождение осложняет само написание уже для аккадцев. И получается, что тексты постоянно, ну как сказать, писцами для себя совершенствуются или там уточняются. То есть это все очень сложно, потому что клинопись все-таки не очень подходит для аккадского языка. Среди ее недостатков для аккадцев была неспособность представлять некоторые фонемы семитского языка, в том числе вот тот звук, который обозначается «алиф», который средний, если я скажу по-русски не «а». Вот эта смычка, голосовая щель, я ее, естественно, как отдельный звук сказать не могу, но это характерный звук семитских языков. И вот его невозможно было представить, например, средствами шумерской клинописи. Все гортанные вот эти вот звуки шумерского языка тоже невозможно было представить. И получается, что все это составляло достаточно большие сложности, которые, конечно, проявлялись на письме. Акадский сам по себе это язык достаточно неоднородный, то есть он делится на несколько разновидностей. Это староакадский, то есть от 2050 до 1950 года до нашей эры, то есть примерно 650 лет развивается староакадский период. Потом в течение 1950-1530 годов до нашей эры, то есть это где-то около 400 лет развивается древний Вавилонский, древний Ассирийский период, и здесь они развиваются пока вместе. Потом они начинают разделяться, то есть разделяются на Средний Вавилонский и Средний Ассирийский до 1000 года до нашей эры, то есть где-то в течение 500 лет. Потом они дают разновидность Нового Вавилонский и Нео-Ассирийский языки, которые существуют от 1000 до 600 года до нашей эры, то есть примерно 4 века. И, наконец, последний период называется Поздний Вавилонский. Он начинается примерно в 600 году до нашей эры и заканчивается в 100 году, то есть в первом веке до нашей эры. То есть вот в таком виде Аккадский дожил до нашей эры, то есть после Рождества Христова. Одна из самых ранних известных Аккадских надписей была найдена на чаше в Урии и адресована очень раннему досаргонскому царю, которого звали Мискиогнуна из Ура. и датируется, и примерно 2485 годом до нашей эры. Вот адресована как раз надпись царицы Гам-Саман, которая была из Аккада. То есть вот так в Ур попадает аккадская надпись. Само влияние аккадского языка, я вам уже сказала, оно зависело от завоеваний саргона аккадского. То есть в плане языковой реформы это он вводит аккадский язык в качестве письменного языка. Интенсивно при нем адаптируется шумерская глинописная орфография для этой цели. И до наших дней дошла вот такая табличка глиняная. Она расположена вот на этой фотографии. Это билингва, то есть здесь содержится надпись на двух языках, шумерской и аккадской. Вверху, значит, здесь у нас шумерская надпись, а внизу аккадская. Вот такие билингвы, они очень цены при расшифровке письменности. То есть если нам известен один язык, то на основании него специалисты уже восстанавливают второй язык. Внизу прорисовка с данной двуязычной таблички. Эта табличка посвящена правлению Римуша. Римуш – это сын саргона аккадского. Он перечисляется в непурском списке царей или в шумерском списке царей. Правил он 9 лет. Он славился очень агрессивным военным характером. Он записывал, ну не он записывал, а при нем записывались все абсолютно его завоевания и все достижения, скажем так. То есть это шла очень четкая перепись всего, что произошло. Вот такое, как бы, инвентарное назначение надписи. И он был убит. И после чего в многочисленных храмах были ему подношения организованы. И благодаря этому какие-то сохранились фрагменты артефактов, которые дошли до наших дней. Вот эта вот шумеро-аккадская двуязычная табличка периода Римуша хранится в Лувре. И еще раз скажу, характеризуется 23 веком до нашей эры. Здесь у нас именно аккадская клинопись. Вы можете посмотреть. Я вам для образца напомню архаическую шумерскую клинопись. Нижняя желтая фотография. И при сравнении вы увидите, что это все-таки действительно разные варианты клинописи. Шумерская носит один характер. Аккадская носит другой характер. Какая из них больше на клинопись похожа, мне кажется, в нашем представлении. Это все-таки аккадская клинопись. То есть вот здесь. И получается, что благодаря вот этим культурным связям, благодаря тому, что документы должны были на двух языках, иногда писаться, мы имеем богатейший материал. Значит, саргон аккадский вводит аккадский язык и в виде клинописи. Он, аккадский язык, тоже используется достаточно длительный период. Хотя он отличается от вавилонского и ассирийского. Они являются потом диалектами древнеаккадского языка. Вот. И именно вавилонский диалект дошел до нашей эры. И я буду говорить о том, какие памятники письменности были написаны на вавилонском языке. Либо вы можете найти эту информацию самостоятельно. Более 20 тысяч клинописных табличек на древнеаккадском языке были обнаружены на городище Кюльтипе в Анатолии. Это современная Турция. И большинство археологических свидетельств типично все-таки для Анатолии в плане развития аккадского языка и культуры, а не для астерии. Но археологи считают, что это как раз лучший показатель присутствия ассирийского в данном регионе. Значит, старый вавилонский язык был языком царя Хамурапи. И его кодексов, они датируются как самые старейшие своды законов в мире, и стелла царя Хамурапи. Это важнейший памятник и литературы, и культуры. И получается, вот, как сказать, юриспруденция, да? Стелла хранится с кодексом Хамурапи в Лувре. Я сейчас покажу вам фрагмент этой стеллы. Это вот на черной здесь вот поверхности. Опять это диорит, и опять возникают вопросы о том, как же уже акации воспроизводили все эти надписи и гравировки, и резьбу по камню на такой прочной диоритовой стелле. Ну, вообще, это очень известный кодекс Хамурапи, то есть очень много сохранилось его изображений. Вы можете посмотреть, как выглядит эта стелла. Датируется 1750 годом до нашей эры. Хранится, я уже сказала, в Лувре. И на этом кодексе в том числе изображены бог солнца Шамаш и царь Хамурапи. И Шамаш передает Хамурапи наставления как раз юридического характера, которые должны лечь в основу справедливого государства. Поэтому акацкому языку мы обязаны тем, что до нас дошел вот такой вот памятник культуры и письменности. Средний вавилонский или ассирийский период развития акацкого языка начинается в XVI веке до нашей эры. Разделение на два вот этих вот диалекта, то есть средний вавилонский и среднеассирийский, связано с тем, что туда вторгаются касситы, которые правят около трех веков. Касситы – это тоже очень спорный и интересный народ в истории Древней Месопотамии. По данным, которые дошли до нас, их язык тоже был изолированным. И возникает вопрос, с какой территории, кто же были касситы, то есть носителями какой культуры. Хотя они, получается, утратили в итоге свой язык, проживая в Акаде, но, тем не менее, они не смогли оказать большого влияния на развитие именно акацкого языка и акацкой культуры. На пике своего развития акацкий в средне-вавилонской традиции является письменным языком дипломатии всего Древнего Ближнего Востока, включая и Египет. В этот период в акацкий язык происходит большое количество заимствований, которые приходят из северо-западных семейских языков и ихуридского языков, но использование этих слов ограничено акадоязычной территорией. Средний ассирийский язык является лингво-франко на большей части Древнего Ближнего Востока в конце Бронзового века. Лингво-франко, то есть это универсальный язык для общения. Во время нео-ассирийской империи нео-ассирийский язык вытесняется старым арамейским, остается только на уровне канцелярского языка, то есть при составлении документов и переписки. При династии Ахименидов арамейский язык достигает своего расцвета, продолжается упадок ассирийского языка. Окончательная гибель акадского языка происходит уже в эллинистический период, хотя, как мы с вами уже говорили, что клинопись в акадской традиции дожила до первого века нашей эры и продолжает использоваться в литературных традициях вплоть до парфянских времен. Последний известный клинописный вавилонский текст это астрономический альманах, который датируется 80-м годом нашей эры. Но последние клинописные тексты, которые доходят до нас, то есть это я вам сказала про вавилонский текст, а последние клинописные тексты, которые доходят до нашего времени, они полностью написаны шумерскими логограммами. То есть получается, что язык продолжает шумерская клинопись использоваться в каких-то своих, но я считаю, что понятных только узкому кругу лиц каких-то системах. Значит, как постепенно акад ассимилируется с шумером, это понятно из поздних ассирийских и вавилонских текстов, потому что имя акад вместе с шумером появляется как часть королевского титула. В шумерском это звучит примерно как лугаль ки-эн-ги, ки-у-ри. На акадском это звучит как царь-мар, царь-мат-шумер у акади, что как раз переводится как царь шумера и акада. А лугаль, вот по-шумерски, это царь. Титул получает тот правитель, который захватил контроль над Непуром. Это интеллектуальный и религиозный центр Месопотамии того периода. В общем, здесь еще важно сказать, что в лучшие времена для акадского языка его влияние простирается от Сирии до Элама. Это территория современного Ирана. И даже эламский язык какое-то время использует именно Месопотамскую клинопись. Мы с вами уже говорили о том, что акадские тексты находят в Анатолии, находят в Египте, и акадский язык доходит до Персии. Содержится во всемирно известной надписи Бехистун. Как раз она, ее расшифровка дали нам богатейшие ключи к пониманию некоторых других языков Ближнего Востока. Про акадскую клинопись, ну так же, как и про шумерскую, можно говорить очень долго. Я хочу вам показать некоторые артефакты акадской письменности. Вот слегка освещенный синим цветом это обелиск Маништушу, то есть это опять диорит, четырехгранная стела со слегка сломанной верхней частью. Обелиск воздвиг, ну как считают историки, Маништушу, то есть сын Саргона Великого из Акадской империи. Текст обелиска это юридическая запись, которая записана распределением четырех участков земли в больших поместьях и их наделение офицером для контроля над городом Киш. Мы уже с вами говорили о нем. Вот этот обелиск Маништушу хранится в Лувре. На правой фотографии вот здесь это самая старая, дошедшая до нас, жалоба. Называется табличка жалобы Эо Насир. Период древнего Вавилона, то есть это древнейшая, тоже считается письменность, древнейшая сама по себе жалоба. Это жалоба продавца, которого зовут Эо Насир, на то, что обманули его при доставках меди, грубо обращались с его слугой, и здесь также содержится жалоба на то, что он уже оплатил медь, или, вернее, медь к нему еще не пришла в результате вот этой всей сделки, хотя продавец заплатил деньги. Текст очень большой, то есть я его существенно сократила. Вы можете сами найти самую старую из известных письменных жалоб мира. Вот табличка Эо Насир, она хранится в Британском музее. Я уже вам сказала о том, что благодаря аккадскому языку мы получили кодекс Хамурапи, вот диоритовая стела, но благодаря аккадскому языку мы получили также и эпос о таком древнем шумерском герое, эпос о Гильгамеше. Я думаю, что вы слышали, кто такой Гильгамеш. Бог на две трети и на одну треть сын человеческий. Вот здесь, на вот этой фотографии находится фрагмент эпоса о Гильгамеше. Вот вообще именно мифы о Гильгамеше, они были с древнего Месопотамского периода. Его имя и подвиги были известны в разных шумерских городах, государствах. Считается, что Гильгамеш был царем Урука, который посмертно был обожествлен. Хотя считается, что все-таки исторически этот человек жил и действительно правил Уруком либо каким-то другим городом. Правление было его где-то между 2800 и 2500 годами до нашей эры. Он становится важной фигурой в шумерских легендах во время Третьей династии Ура, то есть позже, чем характеризуется его правлением. Рассказы о легендарных подвигах Гильгамеша рассказывают, сохранились на пяти шумерских стихотворениях. В более поздние времена вавилонские эти истории начали объединяться в связанное повествование. И вот здесь мы имеем как раз свидетельство того, как аккадские уже эпосы Гильгамеша составлен песцом по имени Сен-Лэки-Ум-Нини в средний вавилонский период где-то примерно 1600-1115 века до нашей эры на основе гораздо более старых источников. Вот фрагмент этой аккадской таблички хранится в историческом музее Сулеймане в Ираке. Гильгамеш был фигурой почти неизвестной до середины XX века. Потом интерес к аккаду и шумеру возрастает в связи с археологическими раскопками и историческими какими-то открытиями. Начинается расшифровка клинописи шумера и аккада. Все это начинает активно проходить в прессу и научную литературу. И на сегодняшний день Гильгамеш остается очень популярным героем. То есть он и, получается, герой каких-то фильмов и мультфильмов современных. Вообще, паса Гильгамеша – это памятник мировой литературы. И мне кажется, что образованный человек должен знать хотя бы сюжет данного эпоса. Эпоса Гильгамеша в свое время оказал очень серьезное влияние не только на аккадскую литературу. Есть сведения о том, что он оказал сильнейшее влияние на греческую культуру и греческую литературу. Когда мы с вами будем говорить о письменностях цивилизации Хараппы – это долина Инда, то есть уже Индия. Там мы тоже увидим сильнейшее шумерское влияние. И вот там тоже находят, ну, по крайней мере, какие-то рисунки, которые, вероятно, являются рисунками из эпоса о Гильгамеше. И Гильгамеш – это герой, через биографию которого впервые на Земле в письменной истории становится известно о потопе, что тоже вызвало в свое время немало вопросов. И считается, что тексты, которые потом ложатся в основу канонических религиозных традиций, они заимствуют какие-то сюжеты, персонажи из аккадской и шумерской мифологии. Интересно то, что хотя аккад является культурой семитской, аккадский язык – язык семитский, тем не менее само слово «аккад», то есть название вот этого города, оно не семитское. То есть получается, что данное поселение было названо так, как какими-то другими народами, и аккадцы уже приходят на Землю, осваивая ее культурные ценности, включая название данной местности. Об аккадской клинописи есть очень много информации. Если вас она заинтересует, я думаю, вы можете найти ее. Ее много на русском языке. Эпоса Гильгамеши тоже активно переведен на русский язык. Недостающие места дополняются более древними легендами. Очень много аниме я видела о Гильгамеше. То есть если вам тяжело читать, вы можете посмотреть мультфильм. Но я хочу, чтобы вы запомнили, что именно аккадский язык в своей письменной традиции дал миру не только этот эпос, дал нам сведения не только о первой известной поэтессе, сведения о которой дошли до нас. Эпоса Гильгамеши оказал серьезное влияние не только на всю мировую литературу в целом, то есть если мы говорим о преемственности литературных традиций, но и именно на аккадском языке до нас дошел кодекс Хамурапи. Это основа юридических документов и свидетельство того, что с самых давних времен порядок в государстве, его законы были основой для его процветания. Аккад, как и большинство империй, пришел в упадок. Причины его историкам не ясны. То есть государство просто почему-то исчезает, ну не быстро, но с течением определенного исторического периода. До нас дошли аккадские клинописные знаки. Аккадская клинопись – это заимствование из шумерской клинописи. Далее мы с вами будем рассматривать и другие виды клинописи, которые распространились на территории Ближнего Востока. А сейчас спасибо за внимание.